Металлическая мебель Гордимся качеством своей продукции, ассортимент довольно широкий у нас и тем, что из сельскохозяйственных складов мы смогли создать какое-никакое, но достаточно современное производство, я считаю. Мы предприниматели старой школы, рассказывают о себе и о своем производстве Сергей Миронович. Экскурсия проходит по производственным цехам предприятия. Глава Абакана Алексей Лемин оценивает масштабы. Цех по обработке металла, покраске изделий, швейный цех и столярная мастерская. Сергей Малеев выходит с предприятия Абакан Вагон Маш. С металлом, как говорится, на «ты». Только теперь это не вагоны, а комфортные изделия для дома и офиса. Есть планы на развитие, на расширение. Есть у нас кое-какие мысли, потому что если мы начнем, например, на следующий год, у нас заработает программа «Школьная парта», мы надеемся, что данное предприятие точно так же поможет нам, собственно, и в оборудовании наших школ современными партами, в основе которой, конечно же, это металлоизделие. Предприятие действительно развивается. Как говорит Сергей Малеев, благодаря помощи государства в время пандемии удалось сохранить коллектив, а еще построить новый склад для хранения продукции. Возможно, он будет переоборудован для производства. Сейчас в ассортименте компании стулья, столы, кровати, металлические изделия для интерьерных решений, обувницы, пуфы. Сырье используют преимущественно отечественное, а в дизайне модели применяют зарекомендованные стили. Где подсматриваете дизайн своих изделий? Где угодно. Вы знаете, доходит до смешного, даже в отпуске, когда садишься где-нибудь в кафе, у меня уже инстинктивно начинается ощупывание изделия, на котором я сижу. Ну, это вот так. От этого никуда не денешься. Ну, а задача любой власти, будь то оригинальной, будь то местной, поддерживать своих отечественных местных товаропроизводителей. Это и рабочая сила, это и налоги, ну, и это престиж нашей республики, нашего города. Поэтому мы будем стараться участвовать во всех начинаниях и по возможности помогать. Конечно, как и любое предприятие, металлодизайн нуждается в рабочих кадрах. Золотые руки здесь ценят и готовы достойно платить и обучать персонал. Компания развивается как семейный бизнес, строится на доверии и поддержке. Самое главное – дать потребителю качественный товар. Разговор о развитии предприятия продолжим уже в следующую среду, 14 сентября, на нашем телеканале в программе «Сделано в Абакане». Продолжение следует...